Всем привет! Продолжаем наш марафон по мощной и сильной коммуникации. И сегодня пройдемся с вами по четырем пунктам, которые позволят вам держать эту коммуникацию в своих руках вне зависимости от контекста разговора, вне зависимости от того, с каким или какими собеседниками вы имеете дело. Если вам важно видеть результат, а не просто слить какие-то свои эмоции или выпустить в воздух ваши отношения к ситуации, не отключайтесь. Итак, самое первое, самое важное. Мы разбираемся с тем, что есть так. Мы какую-то ситуацию начинаем с вами менять через разговор, мы начинаем с утверждения, и свое утверждение основываем на фактах, на том, что есть, что происходит. Мы не оцениваем, мы не работаем с такими вещами, как непозволительно, нельзя, невозможно, достаточно, недостаточно, правильно, неправильно, хорошо, плохо и так далее. Мы говорим о том, что есть. Есть столько-то денег, есть такие-то показатели. Я делаю вот это, ты делаешь вот это. Даже здесь не говорим про отсутствие, мы не говорим про то, кто что не делает. Когда мы смотрим на то, что есть так, мы смотрим на то, что есть, на то, что происходит. В этом пункте очень важно уходить от интерпретации, особенно говоря человеку что-то в духе, ты не понимаешь, ты считаешь, ты думаешь, интерпретируя его мысли, его отношения. Пожалуйста, избегайте этого. Берите все в свои руки. Даже такая вещь, как непонятно, является, по сути, оценкой и интерпретацией действий другого человека. Попробуйте переформулировать ваше непонятное в «я не понимаю». Или же, если чувствуете, что человек вас не очень понимает, не интерпретируйте это, ты не понимаешь. Попробуйте сказать «я недостаточно ясно выражаюсь, да, я попробую еще раз». Берите дело в свои руки, фокусируйтесь на фактах, уходите от интерпретации, концепции, всяких категорий, типичный генератор, или там типичный лидер, или это со своими наркотическими чертами, уходите. У этого сейчас в нашем инфопространстве много, мы все с вами немного такие практические психологи, но я вас уверяю, что совершенно иные процессы начинают происходить в мозге вашего собеседника, совершенно иная работоспособность вашего разговора задается, когда вы коммуникацию держите в своих руках, говорите от своего, от первого лица, и говорите о фактах, о том, что есть и о том, что происходит. Следующий пункт. Разобравшись с тем, что есть, предлагаю вам выразить какое-то свое переживание этой ситуации, как, например, для меня это вот так тяжело настроено, я не волнуюсь в связи с этим. В этих описаниях опять уходим от интерпретации, есть целый блок в книге Маршалла Розенберга о ненасильственном общении, посвященный различиям между эмоциями и неэмоциями, когда за свои чувства, за свое переживание выдаем какие-то интерпретации действия другого человека, и про это я могу снять отдельное видео, если вам этот аспект интересен, дайте знать в комментариях, пожалуйста. Значит, мы говорим о своем переживании, так? Ну, здесь можно выражать такие вещи, как для меня это недопустимо, но, опять же, старайтесь фокусироваться на том, как именно вы это переживаете. Не надо навешивать ни вину, ни неправильность на другого человека, на вашего собеседника, на ваших партнеров, то есть никакие там вы нас подводить. Говорим о том, как для нас это и что в результате мы имеем, последствия того, что есть так. Описав, прежде всего, положение вещей, что есть так, поговорив о своем переживании этой ситуации, а, возможно, о последствиях тоже фактических, мы переходим к тому, что для нас на самом деле важно в этой ситуации или в этом аспекте нашей жизни, какова наша фундаментальная потребность, озвучиваем ее прямо, что я пытаюсь для себя разрешить, чтобы перейти к следующему шагу. А следующим шагом, то есть четвертым финальным пунктом, я предлагаю всегда делать некоторые действия, которые действительно будут двигать перемены в жизни. Для русского языка особенно характерна описательность, статичность. У нас очень много объектов, у нас очень много абстрактных слов, которые выражают какие-то концепции, состояния. Слишком часто мы вот эти вот выражения своего отношения или своих эмоций принимаем за разговор, который способен что-то изменить. То есть вы говорите, так невозможно, так быть не должно, этого нельзя допускать. Сейчас, ну, к сожалению, в контексте нашей политической ситуации, что происходят какие-то вещи, с которыми людям очень трудно быть, и я наблюдаю за тем, как люди делают обращения, и там очень много экспрессивности описательности. Это недопустимо, так нельзя, так не должно быть. В жизни тоже часто бывают ситуации, от которых мы хотим каких-то изменений, но достаточно ли просто экспрессивного выражения отношения своего, чтобы что-то произошло дальше? Давайте посмотрим, как еще можно пробовать двигать, как можно начать действовать в языке. Действуем в языке я называю такие вещи, как прежде всего просьбы, «Я прошу тебя сделать то-то и то-то к такому-то моменту». Или если я работаю с тем, что я делала, с какими-то своими действиями, я говорю, что «Слушай, я делала то-то и то-то, у меня это переживается вот таким-то образом, в результате происходит вот это, на самом деле мне важно вот что, я обещаю тебе, что теперь я буду делать то-то и то-то, или я обещаю тебе сделать определенное действие к определенному сроку». Просьба, обещание всегда имеет какую-то конкретику, кто, кому, что делает и к какому моменту. Сравните, как работает это, и как работает просто выражение своих чувств или отношение к ситуации. К таким речевым актам можно также отнести такие вещи, как декларация. Первой такой стадии может быть создание некоторой возможности для этого человека или какой-то общей возможности для вас в компании или с партнерской компанией. «А как вам возможность вот этого?» «Я вас приглашаю взвесить для себя возможность вот такого расклада». То есть вы людей приглашаете подумать о чем-то, что лежало в области невозможного, а исследовать для себя как возможность, благодарность человеку за что-то. Когда-то мы хотим просто человеку выразить свою признательность за что-то. Это такие уже реальные действия в языке. Подводя итог, еще раз сначала, что есть так, что происходит, кто что делает. Следующим пунктом, каково наше переживание этого. Дальше, что для нас важно, то есть мы подчеркиваем то, на чем мы стоим, вообще зачем мы затеяли этот разговор, подсоединяем нашего собеседника, готовим его к созданию какой-то новой возможности. И четвертым пунктом мы действуем уже в языке, уже в разговоре. Либо мы формулируем просьбу к человеку, либо мы даем обещания со своей стороны, либо приглашаем их взвесить какую-то возможность, либо выражаем какую-то свою благодарность за что-то. Я вас благодарю за то, что посмотрели это видео. Я вас приглашаю к возможности следить за тем, что происходит на моем канале, комментировать, подписываться, ставить уведомления, если вам интересно, кем мы являемся в каждый конкретный момент времени, что с нами происходит и как мы можем иметь доступ к большей работоспособности в конкретных ситуациях и в нашей жизни в целом. Надеюсь, увидите с вами в следующем видео. Я планирую записать такое подведение итогов нашего марафона по коммуникации. До скорых встреч!